Депутат Московской областной думы Юрий Липатов В Ленинском городском округе состоялась акция «День донора». Сдать кровь желающие могли в южной поликлинике поселка Дрожжино, где работала выездная бригада Московской областной станции «Переливание крови». Об итогах акции расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Это утро Владимир решил начать с благого дела – сдать кровь. Традиция уже более 10 лет. Зародилась еще в студенческие годы. Тогда вместе с однокурсниками он регулярно посещал акции «День донора». Честно, это было просто таким развлечением в студенческие годы – сходить с друзьями на «День донора». Поэтому потом как бы регулярно продолжали сдавать. Хочется верить, что это помогает, да. Но изначальный позыв был просто как некоторое такое полезное развлечение, скажем так. Развлечение более чем полезное, ведь кровь доноров спасает миллионы жизней. Сейчас, не выезжая за пределы муниципалитета, сдать кровь жители Ленинского городского округа могут только в дни проведения акции «День донора», когда в одну из поликлиник приезжают выездные бригады Московской областной станции по переливанию крови. Уважаемые наши, любимые наши доноры, приходите к нам на выездные акции, приезжайте к нам на станцию. Мы на станции работаем 7 дней в неделю с 8 до 2. Мы рады вас видеть. Вы сейчас нужны очень людям. В выездной бригаде Московской областной станции по переливанию крови 8 специалистов. Все свое возят с собой этим утром в Южной поликлинике. Оперативно установили необходимое оборудование, чтобы жители Ленинского городского округа смогли прийти и принять участие в акции «День донора». Все идеально, все прекрасно, просто великолепно. Перед процедурой сдачи крови обязательный осмотр терапевта, который меряет температуру и давление донору, опрашивает о состоянии его здоровья. Затем лаборант берет у пациента кровь на определение уровня гемоглобина, резус-фактор и группу крови. Это экспресс-метод, поэтому да, на глаз. А какие признаки для разных групп? Реакция галлюцинации, либо ее отсутствие. Вторая, если сворачивается в другом месте, третья, если и там, и там четвертая, если нет сворачивающейся крови, это первая группа. Все происходит в условиях соблюдения санитарных норм. Бывалые пациенты говорят, что сейчас процесс донации в удовольствие, не то что раньше. Раньше просто иголки были тупые и большие. Сейчас это на самом деле более лайтово. Раньше не очень приятно было сдавать. И не было кушеток таких мягких. В окошечко надо было вставлять руку, сидя это все было. Но зато чай травяной был. Теперь вместо травяного чая обычный черный, а еще печенье и темный шоколад. Перед донацией донор обязательно должен позавтракать. Поесть рекомендуется и после процедуры. На это, кстати, каждому донору выделяется 749 рублей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Буквально с первых дней на базе ВРКБ было открыто отделение для больных ковидом. При этом помощь в больнице оказывалась коронавирусным пациентам и с серьезными травмами. Об одном таком случае, в котором врачи помогли пациентке избежать тяжелой инвалидности, нам рассказали в пресс-службе Видновской больницы. В январе жительница Серпухова Оксана Воробьева попала в автомобильную аварию. Водитель не пострадал, а вот в сторону машины, где она сидела, на большой скорости врезалась газель. Когда Оксану доставили в местную больницу, выяснилось, что травмы – не единственная проблема. Мне стали делать коты и обнаружили, что коронавирус. А вы не подозревали, что оно? Экспресс-тест пришел отрицательный. Все, я пошла на работу, а вот когда сделали коты, и стимашку вот направили сюда, видное. Здесь врачи провели тщательное исследование, в ходе которого обнаружили у женщины массу повреждений. Но опаснее всего был перелом правой руки, который грозил тем, что Оксана на всю жизнь останется инвалидом. Из травмы у нее была тяжелая сочетательная травма, травма головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой плечевой кости, с нейропатии лучевого нерва, множественные ушибленные раны. У раны пациентки был оскольчатый перелом со смещением. Он не просто со смещением, это с повреждением также частичного лучевого нерва. Оксана дизайнер, она шьет костюмы для театра моды «Синяя птица». Потеря руки для нее, кроме инвалидности, крест на любимом деле. Вы думаете, что она здесь, а она валяется. Она от мозга отключена. Я не понимала, что это. Я думала, я ее держу, а она у меня там лежит. Ужас, это страсть мордасти. Врачи провели операцию, в ходе которой освободили нерв от сжатия и сделали остеосинтез плечевой кости. Женщина быстро пошла на поправку. Также ее вылечили от ковидной пневмонии. Состояние ее удовлетворительное. Сегодня планируется выписка ее с улучшением. Она может уже самостоятельно обслуживать себя. Динамика положительная, что и снято. Оксана признается, что потрясена работой медицинского персонала в Винновской районной клинической больнице. Я такого только в фильмах видела в американских, вот честное слово. Со мной носились так, что вообще, вот я даже, я даже представить себе не могла, что это будет столько, это ребята молодые, врачи. В настоящий момент женщина находится дома. Ей предстоит длительная реабилитация. Максим Козлов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В пятницу, 12 февраля, в Винном будет работать передвижной комплекс вакцинации против COVID-19. Сделать прививку сможет любой желающий с 9 до 20 часов. Имейте в виду, что с 14 до 15 перерыв на санитарную обработку. По адресу школьная, дом 77, на парковке возле МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. На сегодняшний день в муниципалитете вакцину получили почти 2,5 тысячи жителей. Важно помнить, что препарат вводят дважды. Между уколами должно пройти три недели. Это надежный способ защитить себя от вируса. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов с рабочим визитом посетил Видновский художественно-технический лицей. Он не только проверил качество школьного питания, но и пообщался с коллективом учебного заведения. Подробности в нашем следующем сюжете. Рабочий визит в Ленинский городской округ депутата Московской областной думы Юрия Липатова начался с небольшой экскурсии по Видновскому художественно-техническому лицею. Особое внимание народный избранник уделил работе школьной столовой. Готовите сами? Нет, сами. Сами, да? Да. У нас очень давно работает пищедок на среде. Юрий Липатов поинтересовался, сколько детей завтракают и обедают в школе, где закупаются продукты, пообщался с поварами. А также поговорил с родителями учеников, которые пришли проконтролировать качество завтрака в школе. Фрукты детям, йогурты дают детям, масло, бутерброды. Дочка всегда любит макароны с сыром. Я хочу сказать, что психология детей, она еще и такова. Зачастую в столовой нравится почему-то больше, чем иногда дом. Родительский контроль очень важен. Почему? Потому что родители напрямую дают оценку качественного питания, смотрят, дают какие-то советы. Мы их обязательно берем в работу. Также Юрий Липатов спросил у самих ребят, нравится ли им завтракать и обедать в столовой. Ребята заверили, кормят в школе сытно и вкусно. Мы стараемся, пропагандируем здоровое питание, участвуем в конкурсах, которые организует и Роспотребнадзор, и муниципальных конкурсах мы участвуем, да и в свои собственные уроки технологии, кулинарии в частности, проводим. Меня больше беспокоило, вот пищу готовят здесь или привозят откуда-то из общепита, что было еще несколько лет назад системно на территории нашей Московской области. И, как говорится, очень хорошо, что все-таки мы это мнение переломили и в конечном итоге опять же пришли к тому, что пища должна готовиться здесь. Затем депутат Московской областной думы отправился в одну из аудиторий пообщаться с трудовым коллективом лицея. Он рассказал педагогам о работе, проведенной Московской областной думой в 2020 году, упомянул о том, что еще предстоит сделать и ответил на вопросы учителей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Синоптики обещают сильные снегопады на всей территории области. Особенно метель разыграется в пятницу, 12 февраля. Кто-то уже планирует пересесть на общественный транспорт, но большинство автолюбителей все же предпочитают личное авто, несмотря на предостережение о сложной дорожной ситуации. Наш дежурный по району оценил уборку дорог на данный момент. Слово Татьяне Брыловой. Нынешняя зима, как говорится, удалась. И снег, и мороз, все есть. И в ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление снегопада, что, естественно, скажется на ситуации на дорогах. Мы решили проехать по городу Видное, по центральным улицам, заглянуть во дворы и самим посчитать количество снегоуборочной техники. И считать мы начали прямо на улице Радужная, где в дневное время довольно оживленные движения. Но трактор здесь в настоящее время самый главный. Ему всегда зеленый свет. Снег идет беспрерывно, но пока на дорогах спокойно. Едем в центр, где наверняка убирают основные магистрали города. На советском проезде трудится команда работников дорсервиса. Погрузчик торопливо перевозит кучу снега в самосвал. Рабочий с лопатой помогает. Разговаривать с нами ему особо и некогда. А у вас какой-то план вообще есть вот здесь вот по работе сегодня? Не знаю, чтобы там машину загрузить или вообще какой-то участок? Нет, нет, нет. Просто ввозить весь снег и все. Один план просто, чтобы было чистая территория. Убрать и все. И все будет до ночи. Легче всего водителю самосвала. Его задача – вывезти собранный снег. Уже две машины отвез. А вообще план какой-то существует или просто по времени сколько? По времени в основном. Как обычно? Сколько за день успеваете? Бывает четыре, в зависимости от того, как он быстро грузит. Бывает шесть. Тротуары убирают специальной техникой. Сотрудник дорсервиса Юрий Анатольевич рассказал, что умеет управлять и ротором, и триммером. Работа необходимая, хотя снег порой засыпает. Дороги быстрее, чем его успевают убирать. Едем дальше. И оказываемся во дворе дома 24 на заводской. Если расставлять приоритеты, выбирать, что чистить в первую очередь центральные дороги или межквартальные, выбор очевиден. И все-таки техника должна заходить. И во дворы. По словам местных жителей, у них во дворе снегоуборочная техника – гость регулярный. Здрасте, скажите, а у вас вообще вот здесь дворники убираются? Вы их часто видите из снегоуборочной техники? Часто. Часто? Да. То есть у вас все в порядке здесь? Каждый день. Убирают? Да. То есть нареканий нет? Нету. Только один? И как у вас там? Не очень. То есть на заводскую 24 заезжают, а к вам мимо? Мимо, да. А дворники? Дворники почистить чуть-чуть и все. Можно быть уверенными, что среди жителей города найдутся и те, кто доволен уборкой снега, и те, кто невысоко оценивает работу коммунальщиков. А между тем зима продолжается. Конечно, весь город мы не смогли объехать, но те дворы, те улицы, по которым проехали, достаточно в хорошем состоянии. И люди говорят, что снегоуборочная техника бывает в их дворах, все чистят. Надеемся, переживем и этот снегопад. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.